Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начинать работать. Сегодня у нас в открытой части правительства один вопрос. Но вопрос очень большой, ёмкий, важный. Это вопрос, касаемый расселения ветхого и аварийного жилья на территории Росславской области. Вы знаете, что этот вопрос находится на контроле у президента. Хочу напомнить, что 1 сентября нынешнего года будет завершена 4-летняя региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Это довольно значительная цифра, то есть порядка 143,5 тысяч квадратных метров. В соответствии с программой область взяла на себя обязательство за 4 года расселить из аварийного жилья более 9,5 тысяч человек. А конкретно это 9 тысяч 563 семьи. В целом переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории области проходит в штатном режиме. К 1 января 2017 года новое жилье получили 7520 человек. Тоже это очень серьезная цифра. Однако в двух районах это Ростовский и Ярославский не удалось завершить в полном объеме мероприятие третьего этапа. Ну и безусловно, понимаем, что вот эти цифры независимы... Коллеги, связь исправьте, пожалуйста. Понимаем, что вот эти цифры, с которыми мы не смогли справиться, это конкретные люди, которые сегодня живут в не тех условиях, в которых они должны, безусловно, находиться. Виктор Станиславович в своем докладе сосредоточится на проблемах, вариантах их решения. Руководителям региона перед правительством поставлена очень серьезная задача, безусловно, завершить мероприятие программы в срок. И мы должны понимать, что за вот этой нашей работой, за тем, справимся мы с ней, либо не справимся, стоит следующий период. Потому что в 2018 году на расселение будут направлены дополнительные средства по тем квартирам, которые признаны непригодными к жилью уже после 1 января 2012 года. Давайте перейдем к работе. Виктор Станиславович, пожалуйста. Уважаемый Виктор Геннадьевич, уважаемые члены правительства, одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилого фонда. Наличие аварийного жилого фонда сказывается на качестве предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие городской инфраструктуры, создаёт потенциальную угрозу безопасности и комфорту проживания граждан, ухудшает внешний облик населённых пунктов. На 1 сентября 2017 года завершается 4-летняя региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Признан он таковым до 1 января 2012 года, на который будет расселено 9 563 человека из 143 500 квадратных метров. По состоянию на 1 января 2017 года расселено 113 250 квадратных метров аварийного жилищного фонда, из которого переселено 7 512 человек. В целом переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ярославской области осуществляется опережающими темпами. Однако в 2016 году не удалось завершить в полном объёме мероприятия третьего этапа, в связи с тем, что застройщиками восстановленные сроки не выполнены обязательства по вводу многоквартирных домов в следующих муниципальных образованиях. Ростовский муниципальный район сельское поселение Семибратово 2 жилых помещения и Ярославский муниципальный район Кузнечихинское сельское поселение 62 жилых помещения. Однако данный факт не отразился на выполнении целевого показателя программы 2016 года с учётом переуполнения показателя предыдущего периода. На расселение в 2016 году направлены средства в размере 1,450,500,000 рублей. Из них средства Госкорпорации фонда содействия реформирования ЖКХ 808 миллионов и средства консолидированного бюджета 642 миллиона. В 2017 году Ярославской области необходимо расселить 2,051 человека из 30,260 квадратных метров. В настоящее время заключены контракты на расселение 1,562 человек из 23,910 квадратных метров. На расселение в 2017 году предусмотрено средства в размере 560 миллионов рублей. Из них средства фонда реформирования 317 миллионов, средства областного бюджета 154 миллиона и средства муниципальных образований 88 миллионов. В то же время, однако, существует два проблемных вопроса. Приобретение жилых помещений муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с нормами СНИП. В связи с чем возникает необходимость приобретения дополнительных метров до норматива. Полномочия по финансированию дополнительных приобретаемых площадей относятся к компетенции органов местного самоуправления области. Вторым проблемным вопросом является незавершенное строительство жилых объектов, которые попали в так называемую Красную зону по перспективам ввода в эксплуатацию. А именно, Рыбинский муниципальный район, поселок Октябрьский, Пашихонский муниципальный район, город Пашихоний, улица Красноармейского, два дома 66А и 66Б. Ростовский муниципальный район, улица Февральская, улица Первомайская, Ярославский муниципальный район, поселок Кузнечиха, улица Нефтяников, дом 1, строение 1, строение 2. И Некрасовский муниципальный район, поселок Красный Парфинтерн, улица Набережная, дом 14. Данная ситуация взята под усиленный контроль департаментом строительства Ярославской области. На всех объектах проводятся ежедельные выездные совещания для обеспечения безусловного ввода объектов до 1.08.2017 года. Единственное, особенно вызывает опасения завершение строительства в установленной сроке жилых домов в городском поселении Пашихония. В то же время есть муниципальные образования в области, которые досрочно завершили переселение граждан из аварийного жилищного фонда по четвертому этапу. Программы, такие как городское поселение Тутаев и городское поселение Углич. Особенно хотелось бы отметить городское поселение Углич, которое применило комплексный подход к застройке квартала в городском поселении с дополнительной инфраструктурой, в том числе с строительством гаражных боксов для обеспеченности машином мест. Аварийного жилищного фонда находится на территории города по четвертому этапу. В 2017 году городское образование Ярославль необходимо расстелить, в городском округе Ярославль необходимо расстелить 437 жилых помещений, и площадью 14500 квадратных метров. Я думаю, более детально ситуацию в городском округе Ярославль доложит первый заместитель мэра Сергей Валерьевич Тарасов. По завершению мероприятий в полном объеме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, Ярославская область должна получить дополнительные средства из федерального бюджета, который будет направлен в 2018 году на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таким до 1 января 2012 года. Единственное, я хотел еще раз, Виктор Геннадьевич, обратить внимание, что только при безусловном выполнении показателей программы в текущем году мы сможем получить данное финансирование. Потому что по состоянию на 1 июля 2017 года в автоматизированную систему реформа ЖКХ уже включено 5609 человек, проживающих в 95730 квадратных метрах аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Согласно перечню поручений президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации, правительству Российской Федерации поручено в срок до 1 июля 2018 года внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. После принятия данного федерального закона и определения источников финансирования мероприятий по переселению на региональном уровне будет разработана программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признана таковым после 1 января 2012 года. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо большое, Александр Александрович. Понятно, что цифры будут корректироваться, но ориентировочно в 2018 году на что наш субъект будет претендовать, если мы удачно завершим 2017? Виктор Григорьевич, по предварительной информации от фонда реформирования ЖКХ, те регионы, которые выполнят программу в полном объеме до 1 сентября 2017 года, ориентировочно будут рассчитывать на 100 миллионов, ну и по предварительной договоренности с фондом есть возможность побороться за дополнительные 20-50 миллионов. То есть максимум, наверное, это все-таки будет 150 миллионов, потому что это будет переходный период, когда будут действовать так называемые гранты, а программа сама все-таки возьмет начало с 2019 года. Ориентировочно сколько это квартир? Ну вот если говорить в цифрах, что мы потратили совместно все бюджеты федеральные, муниципальные, областные, 4,5 миллиарда на четырехлетнюю программу и расселили 9500, то если говорить про 5000, это ориентировочно 2,2 миллиарда, ну если отсюда мы говорим, что это фактически 5%, то получается, что где-то на 250 человек мы можем рассчитывать, что хватит этих денег. Соответственно, мы понимаем с вами, что 100 миллионов это федеральные деньги и необходимо будет предусматривать софинансирование в той же пропорции, что и в этом году, да? Совершенно верно, да. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, к докладчику какие-то вопросы возникли? Спасибо большое, Александр Славович. Как сказал уже докладчик, безусловно, у нас самый большой объем работ проделан в городе Ярославле. Я попросил бы представителя города, сегодня у нас здесь присутствует Тарасов Сергей Валерьевич, доложить о ситуации в городе Ярославле, ну и о перспективах завершения программы в городе. Виктор Геннадьевич, разрешите с места, у меня презентация, Виктор Станиславович, как бы доложил. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, городской округ, город Ярославль является самым крупным участником региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. С начала действия программы мы переселили, расселили порядка 62 тысяч квадратных метров и улучшили жилищные условия для более чем 4 тысяч человек. В рамках четвертого этапа заключительного программы, по которому мы должны расселить порядка 14 с половиной тысяч квадратных метров, из них с финансовой поддержкой фонда порядка 10 тысяч квадратных метров, и у нас есть еще механизм, как мы без финансовой поддержки фонда переселяем порядка 4 тысяч квадратных метров, расселяем аварийного жилья, это за счет развития застроенных территорий, проектов развития застроенных территорий. Соответственно, на сегодняшний день мы докладываем о том, что у нас осталось расселить порядка 5000 квадратных метров до 1 сентября 2017 года. Мы, безусловно, эту программу по городу Ярославлю выполним в полном объеме. У нас порядка 2000 квадратных метров находится в судах. Почему? Потому что те граждане, которым мы предложили улучшить жилищные условия, они не согласились с выкупной стоимостью, не согласились переехать в те квартиры, которые были предложены. Ну и, соответственно, о программе фонда реформирования ЖКХ мы закрываем эту программу, даже если находится наш иск в суде. То есть в любом случае будет принято решение, и права граждан будут установлены уже судом, и мы будем выполнять решение суда, какое бы оно ни было. Соответственно, у нас единственное, что мы держим на особом контроле, то, что мы заключаем муниципальный контракт на приобретение квартир последних порядка 1000 квадратных метров общей площадью. Заключение контракта уже запланировано на начало августа, то есть это в первых числах августа. У нас уже известен примерно круг потенциальных инвесторов, те, которые, значит, уже имеют жилье, введенное в эксплуатацию и готовое под расселение. Соответственно, мы договор заключаем, берем 2-3 недели на то, чтобы оформить собственность граждан это жилье, и до 1 сентября квартиры будут предоставлены в полном объеме гражданам. Поэтому, Виктор Георгиевич, мы эту обязанность взяли, мы эту обязанность исполним до 1 сентября, в полном объеме выполним программу переселения из аварийного жилищного фонда на территории города Ярославля. Доклад закончен. Спасибо, Виктор Георгиевич. Значит, мы фиксируем, что город Ярославль, безусловно, выполнит эту программу, да, и сбоев по городу не будет. Да, так точно. Хорошо, спасибо. В докладе прозвучали те районы, которые сегодня не выполняют программу. Есть субъективные, объективные проблемы. Один из таких районов, это у нас Пашихонский муниципальный район. Белов Николай Николаевич, доложите, в чем причина отставания и как вы будете нагонять? Виктор Геннадьевич, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, строительство двух домов по адресу Красноармейская 66А и 66Б в данный момент идет полным ходом. К сожалению, заключения госэкспертизы были получены только в апреле 2017 года. Но, тем не менее, сейчас работа находится на ежедневном контроле. На данный момент идет внутренняя отделка, отделка фасадов. Коммуникации все подведены, закуплено все оборудование, идет его установка. По имеющейся информации, должны приступить ярдормоз к благоустройству в ближайшее время, сегодня-завтра. Согласно планов графиков, последних, которые предоставили уже после совещания в правительстве области, значит, вот и передача квартир в городское поселение первая половина августа. Значит, на данный момент, прямо сегодня, представитель департамента, глава городского поселения, подрядчики, мой заместитель находится на объектах, так сказать, последние установки по исполнению сроков, сегодня там они доводят. Просьбы есть такие, что вот с ярдормостом, как бы, вот, есть пока договоренность устануна, чтобы было понимание и поддержка, потому что это будет сделано в долг, подрядчики рассчитаются, вот здесь поддержать нас. Ну и вопросы также, что нет денег на доп. метров, и, возможно, можно будет вам просить помощи, когда пойдет регистрация, чтобы ускориться до сентября месяца, пройти всю регистрацию. На все. Утаевский муниципальный район, в принципе, у нас справился со всеми проблемами, и деньги на доп. метры нашел, и в долг работать не надо. Дмитрий Рафаилович, расскажите, как получилось. Уважаемый Виктор Геннадьевич, уважаемые коллеги, добрый день. В Утаевском районе пять поселений, одно городское, четыре сельских. Участниками четвертого этапа оригинальной программы расселения ветхоаварийного жилья являются город Утаев и Константиновское сельское поселение. По городу Утаев было приобретено 13 квартир на сумму 19 миллионов рублей, площадь 539 квадратных метров. Это последние два дома, признанные ветхими и аварийными в городе до 1 января 2012 года. В апреле этого года состоялась торжественная церемония вручения ключей с участием главы региона Дмитриевича Миронова. Застройщик ООО «Техмонтаж» опытный, на связи у нас по программе строит уже пятый дом. Установлена детская площадка и подготовлено достаточное количество парковочных мест. Таким образом, программу по городу в апреле мы закрыли в полном объеме. В поселке Константиновский идет строительство дома на 32 квартиры. 71 человек, 1501 квадратный метр. Компания ООО «Союзстрой». Сейчас в доме выполняются завершающие работы, установлена сантехника, оборудование, завершается благоустройство. Сумма контракта 52 миллиона рублей, готовность объекта 95%. И срок сдачи планируем конец июля, начало августа. Осталось благоустройство, устранить замечания в поклейке обоев и выполнить кирпичную кладку в теплоузле. Объект на постоянном контроле со стороны администрации как поселения, так и района. Таким образом, четвертый этап программы по району мы успеем и выполним в срок до 1 сентября текущего года. На сегодняшний день у нас с 1 января 2012 года признано ветхим аварийным 4125 квадратных метров. Это 302 человека, 16 домов. Сейчас идет обследование. До конца года, думаем, что эта цифра немножко подрастет, до 5-5,5 тысяч квадратных метров. Доклад закончил. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мы сегодня слышали о том, что есть ряд объектов, которые наш строительный блок обозначил как объекты, находящиеся в красной зоне. Понимаете, что значит не ввод этих объектов? Это не проблема конкретного района. Понятно, что там вы людям сами будете в глаза смотреть. Это не выполнение поручения губернатора к правительству и это не выполнение обязательств субъекта перед вышестоящим органом. Но и самое страшное, это более 150 семей, которые не получат квартиры в следующем году. Это не ваша локальная проблема. Это проблема всего субъекта. И сорвав строительство одного-двух домов, вы подставите, соответственно, весь субъект. Подставите всех тех, кто сегодня находится в этом зале, кто в нем не находится, и лишите возможности, не выполнив в отдельном муниципальном образовании программу, 150 семей въехать в нормальное достойное жилье в следующем году. Вот и все. Поэтому огромная просьба глава муниципальных образований там, где есть эта проблематика, на отдельный контроль со стороны коллег строительного блока. Я прошу, потому что, насколько я понимаю, 1 сентября у нас отсечка, да? Да, 1 сентября должны быть уже все документы. То есть мы почему говорим про 1 августа, это должна быть стройготовность. И еще мы берем месяц на оформление документов, то есть 1 сентября, и эта дата подвижки не подлежит. Ну мы уже с вами сейчас на финишной прямой, поэтому я вас попрошу в еженедельном режиме представлять доклад председателю правительства по тем проблемным районам, где вы видите, что явно не справляемся. Ну и сейчас надо форсировать, принимать просто экстраординарные меры для того, чтобы программа была выполнена на территории Ярославской области. На кону очень серьезное средство следующего периода, на кону вообще в принципе наше умение с вами работать и так далее. Ясно, что главы муниципальных образований это в первую очередь, но не выполнив здесь не будет крайнего. Если не выполним, то не выполним все. Вопрос на самом деле непростой, но я думаю, что если сегодня мы возьмемся и в этом периоде форсируем, то должно у нас все с вами получиться. Павел Владимирович, вы хотите что-то говорите? Поэтому, наверное, надо рассмотреть, разобраться по каждому объекту, принять решение, чтобы им руководствовались и мы, и муниципальное образование, потому что проблема сама по себе не рассосется. Игорь Станиславович, на ваш взгляд, насколько эта проблема вообще сейчас есть и насколько она остра? Павел Владимирович, есть такая на самом деле проблема. К сожалению, тяжело. У муниципалитета тяжелая ситуация в плане выделения этих денежных средств. И где-то это не повлияет, конечно, на завершение реализации программы, а где-то, может быть, застройщик реально увяжет передачу жилых помещений с оплатой дополнительных метров. И если она оплачена не будет, то фактически может поставить угрозу срыва. На сегодняшний день вы четко понимаете проблематику вот таких вот объектов в разрезе муниципальных образований? Да, у нас там слайд был, значит, у нас 63 миллиона. 63 миллиона, вот эта дыра, по которой мы не понимаем, каким образом мы ее с вами закроем. Давайте тогда сегодня в решение правительства внесем пункт о проведении совещания, наверное, совместно строительного и финансового блока, для того, чтобы выработать механизмы решения и после этого уже доложить все возможные варианты председателю правительства, соответственно, и губернатору. Понятно, что если мы здесь проблему нерешим и из-за этого не введем дома, то все остальное я уже сказал. Хорошо, по первому вопросу... Виктор Геннадьевич, разрешите? Да, есть еще вопросы. Виктор Геннадьевич, Виктор Геннадьевич, разрешите? Пожалуйста, да. Я просил бы при формировании протокола поручений учесть такую проблематику сноса аварийного жилья. У нас годами расселенное аварийное жилье стоит, представляя серьезную угрозу для рядом живущих. Много примеров и пожаров. Это в Ярославском городе Ярославле, за Волгой, Красноперековский район. Была, вы знаете, трагедия в Тутаевском районе, где в Константиновском расселенный дом не был отключен от инженерных сетей. Они распивались спиртные напитки, погибли люди. Я прошу включить в поручение жесткий контроль за своевременным сносом и учетом проводимой работы. Спасибо. Хорошо, спасибо. Виктор Станиславович, у нас чьи полномочия по сносу? Муниципалитетов. Муниципалитетов, да. У вас мониторинг ведется? Каким образом муниципалитеты эту проблему решают? Ну, к сожалению, там есть, да, определенные проблемы. То есть мониторинг у нас есть, понимание есть. Мы услышали просьбу МЧС, обязательно подключимся к решению этого вопроса. Я полностью здесь поддержу Игорь Анатольевич. На самом деле это и противопожарная безопасность, это и социальные проблемы, потому что, ну, как бы по жизни-то все понимаем. В этих домах начинают и неблагополучные подростки собираться что-то распивать, и бомжи их видят как свое пристанище. И были у нас большие мероприятия, которые проводились и с участием президента, я помню, это десятый год был. В таких домах находили и тайники совсем непотребным. Поэтому по всем показателям их надо сносить и, безусловно, на этом месте что-то делать, либо строить новые дома, либо площадки для горожан обустраивать и так далее. Давайте отдельно внесем тогда в протокол сегодняшнего совещания представить материалы председателю правительства, аналитику по завершению сноса вот этого аварийного жилья, который мы с вами расселили, и перспективу. Субтитры создавал DimaTorzok